Здравствуйте. Здравствуйте. Что фиксируем? Что вы взяли, что мы что-то фиксируем? Что у вас за документы? А у вас что за документы? Я к вам даже не подходил, что у вас за документы? Я слышал, вы хотите что-то тут зафиксировать? Когда будем фиксировать, тогда увидите. Меня будете уведомлять? О чем? О фиксации. О фиксации? Вы какой очень странный человек, я вам скажу. Благодарство. Очень любопытный. Вот этот документ у вас о чем? Там есть? Квартира 16, фамилия Булгак. Может быть. Можете выйти отсюда? Привет. Евгений, не участвуй, пожалуйста. Ты застреливай, потому что потом еще всякой херни не было. У меня вот так постучаться, Олега Сотова позвонит. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия, имя, отчество назовите, пожалуйста. Вы кто-то просто меня спрашивали? Ну вы вчера отключали свет. Отключал тогда. Когда отключал, тогда и спрашиваете. Вы тем более без мозги. Значит признаете, да, что вы отключали? Конечно. Здравствуйте. Фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста. С какой целью интересуетесь? Как с какой? Мне свет отключал. Когда? А я не с вами разговариваю. Я у вас спрашиваю. Удостовение у вас есть? Есть, конечно. Допуск электричества можете показать? Сейчас. С какой целью интересуетесь? По факту работы, когда будет? Ну, по факту, когда будет представлять. А когда работа будет? Сюрприз будет, Александр Николаевич. Сюрприз? Конечно. Всегда по сюрпризу действует? Ну, в рамках. А как насчет установления правоотношений? Правоотношения установлены. Серьезно? Покажите документы. Сговор закончил. Что закончил? Где правоотношения? А что вы отворачивались опять? Вы в курсе, что у нее вообще правоотношения не устанавливают? Я не в курсе. Вы в курсе? Вообще пофиг? Вообще. Интересно. А если вас завтра так же отключат? Я по крайней мере плачу. Кому? Кому надо. Надлежащему кредитору? Вы хоть убедились в их полномочиях? У них же даже полномочия нет. Протокол в общем собрании читали, нет? Вы его обжаловали? Чтобы вы это кооперировали. А как можно обжаловать то, в чем нету этих собственников? Вы сейчас на него ссылаетесь. Так это вы на него ссылаетесь, а не я. Не я ссылаюсь, а вы. Вы же его предоставили в качестве доказательства. Я спрашиваю. Правильно? Вы же его предоставили в качестве доказательства. Вы чего так не отвечаете на вопрос. В смысле? Вы переначивайте его? Кто переначивает? Не я на него ссылаюсь, а вы на него ссылаетесь. Хоть один. Вы же деньги требуете. Ну, требуем. Вы обязаны оплачивать. Кому? Управляющей организацией УК ДСВЖР. Нет. Да. Управляющей организацией согласен, это уполномоченный. А где сказано, что управляющей организацией является УК ДСВЖР? Сказано везде. Вы человек, как я вижу, грамотный. Заходите в сеть интернет, заходите в ГИС ЖКХ и смотрите, кто управляет вашим домом. И гражданам носителем, и гражданам только в письменном виде. Вы готовы заключить договор управления УК ДСВЖР? Конечно, готов. Я же приходил в ДСВЖР. Вам его прислали почту. Вы его получили? Почту? Договор? Почту? Нет, ничего не приходило. Потому что вы корреспонденцию не получаете. Да ладно. Да. Где? Номер отправления назовите. Прямо сейчас вам его не назову. А что? В чем проблема? Запросите, я вам его направлю. Так дайте мне в руки. Вы каждый день сюда ходите. Где? Дайте договор. Подписанный директор абсолютно наручен. Вам его вручали. Где? Когда вручали? У вас есть на видео, посмотрите. Правда? Вы хорош дурака включать. В смысле дурака? Так там не договор, там какая-то бумажка. Знаете слово дурак переводится? Счастливый человек. Вы счастливый человек? Как может быть счастливый человек с отключенным электричеством? Правильно. Счастливым человек не может, когда он обманывает людей, вводит их в заблуждение. Вы в курсе, что вы совершаете уголовное преступление, донося? Вы не переводите. Я же не перебиваю. Вы, наверное, считаете себя счастливым человеком, да? Я? Пытаетесь мне это счастье навязать. Почему? Я вам ничего не навязываю. Я хочу... Ну как не навязываю? Вы от меня требуете оплату. В полном здравии и в полном спокойствии. Вы от меня требуете оплату. В полном объеме заказаны вам услуги. Так я с удовольствием внесу. Установите право отношений. Я внесу денежку. Все установили. Есть многочисленные решения. Сейчас чуть-чуть попозже. А? Сейчас директор поведет. Я чуть-чуть попозже, но уже не это... Еще два члена комиссии. Вдем. Вы с минуты на минуту поведете. Вам что с утра пральше? Евгения, не участвуй, пожалуйста. День Бога. Ты почему за свет не платишь? А он за все не платишь. Это мое дело, Евгения. Ну вот твое дело. Ну а зачем ты участвуешь? Я тебе свет отключаю или что? Ну ты акты подписываешь. Я тебе сказала еще раз. Увижу где-нибудь видео со мной. Я буду с тобой разговаривать по-другому. Так ты же мне дала добро-то. Я тебе предупреждала. В смысле? Я тебя предупреждала. В смысле предупреждала? В смысле предупреждала. Когда увидела видео в домовой группе. Опять вместе со мной. Я тебе сказала еще раз. Я увижу видео со мной. Я тебе добро не давала. На что? Вчера ты опять выкладываешь видео со мной. и пишешь о том, что я тебе свет выключаю. И о твоем спасении? О каком спасении сейчас тут речь? Не, а я что ли к тебе пришел? Ты мне что, долг погасил? Ты мне свет включил. Я тебе помог. С чем ты мне помог? После нашего похода тебе сразу свет включили. Евгения. После какого похода? После того похода я пошла и заплатила за свое электричество. Перекрыла все долги. А ты мне сейчас говоришь о том, что ты меня там спас? В чем? Я не говорил, что я тебя спас. Я тебе помог. Вы вот сейчас снимаете гражданку. Вы спросили у нее разрешение? Вы же дальше будете потом использовать? А я нахожусь в общественном месте. В каком общественном месте? Что же вы вчера спрашивали, почему вас снимают? Ну, захотелось и спросил. Ну, вы вправе, Евгения. Подскажу вам. Я знаю, что я могу обратиться. Ты сейчас спрашивал тоже о разрешении. Можно ли меня снимать или нет? Я нахожусь в общественном месте. Имею право. Об этом надо спрашивать. Если ты куда-то ходишь в общественном... Нет, снимать-то можно, выкладывать нельзя. Вот это самое. А он вас выложил. Все, встречам-то я... Причем каждый раз. Вы участвуете? Да. 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 У вас есть полномочия? У меня есть полномочия. Это мое имущество. Это вообще домовое имущество. Документы предоставьте. Меня снимай со стороны. Сегодня у нас 24 июня 10.05. Проводим проверку на самовольное подключение электроэнергии. Мужчина, отойдите, пожалуйста, от счетка. Нужно работу пояснить. А вы кто? Мастер ООО, ЖРО-2. Будьте добры, предоставьте ваши документы, подтверждающие личность, должность и полномочия. Подтверждающие личность? Да, конечно. Вам паспорт принять? Конечно. На каком основании? Как на каком? Я могу удостоверение рабочих предъявить. А удостоверение не подтверждает личность? Все верно. Я удостоверение, подтверждающие личность, не собираюсь предъявлять. Так, удостоверение номер 133, Шуневич, Дмитрий Викторович, мастер, инспектор по кадрам, расшифровки фамилии нет, это не документ, подпись я не вижу. А вы, у вас есть права устанавливать документ это или нет? Вы на основании чего сейчас сделали? На основании ГК-19. Подпись является. А вы кто, чтобы устанавливать документ, истинный или неистинный? У вас есть полномочия устанавливать? Нет. Или нет? Так, давайте вызовем полицию. Вызывайте. Все, ждем полицию. Вызываем. Вызываем суд. Свободите воздух общего имущества. На каком основании? Подождите. На каком основании? Сами, разговариваете? На каком основании? Вы сейчас блокируете доступ к общему имуществу. Так это мое общее имущество. Какое ваше? Ваше не общее. Вы кто? Я имею долю собственности. Вы кто? Как вас зовут? А? Как вас зовут? Я выпал ест. Вам какая разница? Вы кто? Нет, это вы кто? Вы вам представляете. А вы еще не представились. Документы. Достоверяющая личность. Вы не вправе спрашивать документы. Достоверяющая личность. Почему не вправе? Ну, то же самое, нету подписи Матюшенко. Так подождите, до полного ознакомления. В смысле? Я сейчас хочу посмотреть. Не показали. Полномочия не подтверждены. Полномочия не подтверждены. Личность подтвердителя. Паспорт покажите. У вас есть полномочия. У меня все есть полномочия. Вот сейчас принять полиция и предоставлю. При чем здесь леет полиция? Вы сейчас не пускаете работников к работе в электрощитке. Домовые сети. Инженерная система МКД. Мы в них проводим работы. А у вас есть полномочия в них проводить? Они принадлежат вам? Они принадлежат собственникам. Не только вам. Это общедомовые сети. Мы в них проводим работу. Я имею право собственности. Вы не имеете права не допускать к ним. Как-то я не имею. Вы же сами говорите, они общие. Общие. А вы сейчас отчуждаете, лично себе присвоеваете. Действие вы... Вот собственница другой квартиры, она вместе с нами сейчас хочет получить доступ. Она решается за всех собственных? Причем тут за всех. А вы сейчас за всех решили? А я против. А я против. Надо всех собрать и решить. Где решение можно? Да, да, да. Где решение, собственно, не будет? Вы сейчас выдумали, такого решения не нужно. Вас зовут Булгаков Антон Николаевич? Это единственное правомощное основание. Вас зовут Булгаков Антон Николаевич? Вы кто? Вас зовут Булгаков Антон Николаевич? Я вам представился. Вы кто? Я вам представился. Паспорт. Вас зовут Булгаков Антон Николаевич? Паспорт. Вы глухой? Вы дееспособный гражданин? Вас зовут Булгаков Антон Николаевич? Паспорт. Вас зовут... Вы паспорт? Вы паспорт покажите. Я вам задаю вопрос. Вас зовут Булгаков. Я не хочу с вами общаться. Не хотите? Предоставьте доступ к помещению, так как вы постороннее лицо. Вы собираетесь совершить противоправные действия. Какие? Вы нарушаете права жильцов. Какие? Какие права жильцов? Вы отключаете от электричества жилую квартиру. Какую? Какую? Скажите, что мы хотим сделать. Так вы же уже три раза приходили. Какую квартиру? Я к вам три раза приходил. Не вы, а вообще вы. Какую квартиру мы хотим отключить? Вы глухой? Вы третий раз пришли, да? Граждане, вы глухой? Вы ходили три раза. Вы же так любите. Спроси у него. Он глухой, он же до меня не слышит. Ну, он глухой. Вы глухой? Какую квартиру мы хотим отключить? Кого мы хотим отключить? Вы кто? Как вас зовут? Нет, ну а что вы улыбаетесь, молчите? Что вы на вопросе не отвечаете? Вы же так любите разглаговольствовать, разбирать слова по буквам, по стукам. А сейчас что вы молчите? Все, вы хотите только полицию и... Предоставьте доступ к общему имуществу многоквартирного дома, конкретно к данному щитку, для проведения работ специалистов. Полномочия предъявите. Решение собственника. Основания для вас какие? Решение собственника. Что мы вам предоставляли какие-то полномочия. Одно единственное законное основание. Решение собственника. Вы заходите в сеть интернет, вы заходите на сайт Восточного ДЭЗа, ГИС ЖКХ, видите протокол общего собрания. Вот и все основание. Вот туда идите, там и отвечайте. Данные протоколы не обжалованы и действуют для всех... Невозможно обжаловать, и вы прекрасно об этом знаете. Законом данная норма урегулирована, в жаловании протокола, в случае, если вы не согласны. Если вы не согласны, пожалуйста, идете в суд и обжалуете. На сегодняшний день, сейчас есть какая-то у вас информация, что данные протоколы обжалованы или недействительны, или признаны незаконами? Есть? Да, да, да. Как может быть протокол признан недействительным, если он по умолчанию не имеет юридической силы? Есть какая-то информация, что он по умолчанию не имеет юридической силы? Конечно. Где эта информация, в каком источнике? Гражданский кодекс. Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы. Данные, все протоколы, проверенные надзорным органом, признанные законами, подлежат исполнять для всех собственников. Сейчас... А покажите решение собственника. Григорий, пошли. Нас не допускают, мы в другой раз. А что вы? Полиция? Нет, стоп, стоп. Полиция сейчас приедет, сейчас будем фиксировать. Нам говорите, стоп, стоп. Вы, может, еще нас ограничите? А с чего ты взял, чтобы вам говорили? Вы кто? Почему ты? А? А потому что нет уважения. Ладно. Нет уважения, серьезно. Да, наверное, уважение. И на ты-то нормально общаться. А куда вы пошли-то? Вы лучше скажите, когда у вас выйдет на канале видео о том, что у вас тут был недавно в доме пожар, и мастера, работники ЖУ-2 ходили дополнительно проводили инструктаж, раздавали бланки. Я знаю, что вы снимали это дело, но когда вы поняли, что делается благое дело, ну тут явно благое, вы решили съемку прекратить. А какое благое дело, поясните? Дополнительно провести... Подождите, подождите, подождите. Сместное это высказывает. Нет, просто вы ответите на своих подписчиков, вы хотите показывать только то, что шоу и страсти, а там хорошее. То есть человек пришел провести всем дополнительным... Дмитрий, можно на ты? Я у тебя сейчас серьезно спрашиваю, на ты можно? Давайте на ты, ну. Давай, на ты, Бетра. Я с вами на выбор. Как хочешь. Смотри, какое благое дело-то совершалось? Провести дополнительный противопожарный инструктаж всем жителям, чтобы не было ЧП, человеческих случаев, каких-то без... Отлично, отличный. Вы этот момент снимали, я точно знаю. Возможно, возможно. Ну, когда видео-то выйдет? Или вы показываете только то, что шоу? А ты в курсе, какая у меня нагрузка? У меня на три месяца вперед видеомонтаж и расписан. Ну, то есть через три месяца оно выйдет? Ну, хотите, помогите. Ну, вот и ответ. Вы показываете то, что шоу. Смотри, поясняю. Как говорится, people have it. Нет, ясно. Поясняю, поясняю. Там было два листка. Ну, три максимума. На первой странице написано инструктаж по электробезопасности. Или, а, по пожаробезопасности. Не подписи, не росписи, не полноводчик. Как-то не меняют. Как-то не меняют. Даже если я не читаю. Там таблица. Даже если инициатива... Там скрепкость, скреплено, не прошито, не пронумерованное. За что роспись составляется? Может, вы новое решение собственника собираете? Нет, даже если устно пройти, это же все равно благое дело, правильно? В смысле? Поставить роспись, неизвестно на какой бумажке, это благое дело? Ну, все понятно. Что понятно? Вы, может, новое решение сочиняете? Просто... А куда нам пришли? Контент. Вы же зарабатываете деньги на глупых бумагах. В смысле на глупых? Я наоборот, народ просвещает. На глупых мнениях. Так давайте поговорим, что вы уходите? Ну, у меня, к сожалению, работа идет. В данный момент я не могу снять. Так вы же сейчас на работе? Да. Ну, так давайте болеть и дождемся. Мы должны сделать работу, мы идем... Так все, все. Григорий Александрович, что вы? Куда вы пошли? Давайте дождем тебя полицию. Пускай это удостоверит вашу личность, должность и полномочия. В чем проблема? Раз уж пришли... Так. 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 Аааа! Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте Вот такие дела Как только полиция, так сразу убежать Я что-то по-другому подумала Нет, эти хулиганы пришли от электричества отключать Электрики вот эти Да непонятно кто, неполномочные, ничего не показывают Странно Вызвал полицию, сразу убежали Если бы они действовали по закону, что им бежать У них должен быть документ Конечно Наряд, приказ, решение собственников Все должно быть по закону Они взяли, убежали Смотрите видео на канале Сургутнадзор В ютубе А я на вас подписываю Когда есть время, тогда смотрю Благодарствую Вот стою один против них Всех Дверь мне валамывали Чехушку сдавали Четыре раза А вообще саланья-то есть? Нет, конечно Пытались мочу что-то подлить А это все из-за того, что вскрылась схема ЖКХ Что это все обман Решение собственников протокола Они не соответствуют законам Я предполагаю, что они подделаны И собственники, мы ничего не подписывали Вот, они денежку требуют А единственное законное основание Это решение собственников А его у них нет Все Я даже не слышала, что такое что-то было Вот Посмотрите видео бриллиантовой ЖКХ До свидания Благодарствую Ты понял, да? Разбежались Как только полицию вызвал Что, жульки? Жульки, они есть жульки Ни документов, ничего Я, короче, вышел в подъезд Начал, смотрю, что в щитке происходит Слышу что-то это, с голосом знакомый внизу Будьте поняты, что-то акт Будем отключать И опа, пошел вниз Там Евгения С этим Вот этот Дмитрий Викторович Он сразу такой Заметешевался Вышел на улицу Смотрю, там Матюшенко Без маски Попал он на видео Без маски Ага Вот такие дела Как только полицию вызвали Сразу убежать Нет, если у них-то все законно По сути Чего вот они боятся Если они утверждают, что они все законно Сейчас бы приехала бы полиция Посмотрела бы документы Сказали бы, да, ребята, вы правы Все отключайте Чего они боятся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...